В этом сегодня поговорим об анализе результатов лечения в рамках нашего исследования КОЛД. КОЛД – это первое в России многоцентровое рандомизированное клиническое исследование, которое по-своему уникально, но объединило хирургов из 12 центров по всей стране вокруг общей идеи, общей цели, выяснить, так все-таки влияет ли выполнение датриолимфодисекции в сочетании с тотальными заколоноктомией на отдаленные результаты лечения пациентов с опухолями ободочной кишки. Первичной конечной точкой является общая выживаемость, то есть исследование длительное, оно еще будет продолжаться. Время листит очень быстро, мы начали больше 4 лет назад, недавно рандомизировали последнего пациента, сейчас занимаемся мониторингом данных, подготовкой для публикации непосредственных результатов лечения, ну и также продолжается наблюдение за пациентами для того, чтобы обеспечить себя данными для анализа первичной и конечной точки. Но даже несмотря на то, что исследование все еще идет, даже по факту экватор еще не пройден, у нас уже есть о чем рассказать. Ну, во-первых, наш образцовый протокол опубликован в BGS Open, и во-вторых, мы уже провели анализ безопасности после включения сотого больного, и вот эти вот результаты вы можете найти также в открытом доступе в British Journal of Surgery. Ну и давайте перейдем непосредственно к разговору о том, что нам удалось показать. Во-первых, удалось выяснить, что D3 лимфодисекция абсолютно настолько же выполнима, насколько и D2. Более того, в ситуациях нестандартной анатомии хирурги нарочно увеличивают объем лимфодисекции для того, чтобы визуализировать ключевые анатомические структуры и, на самом деле, увеличить безопасность операции. И выполнение вот этого маневра D3 лимфодисекции, технически более сложного, на самом деле не увеличивает частоту интероперационных осложнений, не увеличивает частоту конверсии в случае, если изначально выполняется лапароскопия, и даже не увеличивает время операции. Здесь, конечно, возможно, что в анализ вошло всего 100 больных, и минимальное увеличение времени операции просто не было показано, но так или иначе, даже если D3 лимфодисекция увеличивает время операции, это увеличение незначительное. Что касается непосредственно пациентов, D3 лимфодисекция не уменьшает темпы восстановления в послеоперационном периоде, не уменьшает темпы восстановления функции желудочно-кишечного тракта, и, что самое важное с точки зрения оценки выживаемости, не увеличивает частоту послеоперационных осложнений и не влияет на структуру послеоперационных осложнений, в первую очередь с точки зрения тяжести. Кроме того, и этот момент до того, как мы опубликовали свои результаты, активно обсуждался в литературе, D3 лимфодисекция не увеличивает частоту так называемых функциональных нарушений. Это те осложнения в послеоперационном периоде, которые мы ожидаем, исходя из того, что нарушаются вегетативные невронные стволы, которые проходят по основным питающим сосудам брожейки кишки. Ну и, наконец, несмотря на то, что маневр лимфодисекции предусматривает выход из эмбрионального слоя, было показано, что качество препаратов после D3 лимфодисекции ничуть не хуже, чем после T2. Таким образом, получается, что D3 лимфодисекция в сочетании с мезоколонектомией была продемонстрирована как методика абсолютно для пациента безопасная. Но основной вопрос, основная задача cold trial – а нужно ли выполнять вот эту вот D3 лимфодисекцию? Для ответа на этот вопрос, естественно, нужны отдаленные результаты данного выживаемости. Так как их нет, и в ближайшие 5 лет они не появятся, сейчас мы находимся на том этапе исследования, когда можно смотреть на свои уже полученные данные и строить некоторые предположения, что достаточно интересно. Давайте попробуем. Итак, продолжим рассматривать характеристики препаратов. Нам, как и многим другим исследователям, не удалось показать, что в результате D3 лимфодисекции удаляется больше лимфатических узлов. Но на самом деле здесь, скорее всего, сыграл небольшой объем выборки, потому что уже на 207 пациентах, это данные нашего центра, разница в количестве удаляемых лимфатических узлов есть. И вот это уже выглядит гораздо логичнее. Но помимо количества удаляемых лимфатических узлов, есть и другие характеристики, которые вызывают интерес. Например, достаточно очевидное умозаключение отличается для нас сосудистых ножек препаратов. И то, что менее очевидно, но то, что следовало показать, это после выполнения D3 лимфодисекции частота обнаружения патоморфологами позитивного N-статуса статистически достоверно больше. То есть, исходя из того, что мы видим на этой таблице, можно предположить, что в результате выполнения D3 лимфодисекции удаляется дополнительная длина сосуда, что очевидно, вместе с небольшим количеством лимфоузлов, дополнительно, но даже это небольшое количество обеспечивает большее количество позитивного N-статуса при патоморфологическом исследовании. Если мы еще раз обратимся, рассмотрим сосудистые ножки, не удалось показать наличие различий для всех сосудов. Для левой ободочной артерии совершенно закономерно, что их нет, потому что она всегда обрабатывается на одном и том же уровне. Для нижней брыжечной и для средней ободочной артерии показано, для подвздошно-ободочной артерии нет. Здесь также можно построить умозаключение логичное, но давайте посмотрим на интероперационные картинки. Что касается обработки подвздошно-ободочной артерии, она производится всегда приблизительно на одном и том же уровне, вне зависимости от объема лимфодисекции. Это связано с тем, что в ходе выполнения тотальной мезоколоноктомии выполняется мобилизация брыжейки восходящей ободочной кишки до уровня 12-перстной кишки и головки поджелудочной железы, то есть фактически до того уровня, где проходят верхние брыжечные сосуды. И подвздошно-ободочная артерия обрабатывается всегда приблизительно в одном и том же месте. Но если мы сравним картинки между собой, то жировой клетчатки и лимфатической ткани при D2-лимфодисекции в пациенте остается гораздо больше, чем D3. То есть, возможно, именно правые фланги пациента после правосторонней гимиколоктомии это та группа больных, у которых мы сможем наиболее ярко увидеть увеличение удаляемых лимфатических узлов и, возможно, увеличение частоты позитивного N-статуса. Возможно, это и на отдаленных результатах скажется. Что касается нижнебрыжечной артерии, здесь ситуация диаметрально противоположная. Нижнебрыжечная артерия перед тем, как перенитрировать фасцию Тольт и зайти в собственную брыжейку, некоторое количество сантиметров идет по стволу Орта. Это может быть небольшой по протяженности сегмент, а может быть и 5 сантиметров, как на правой картинке. Но там содержится совсем немного жировой ткани, но она также содержит лимфатические узлы. И, наконец, средняя ободочная артерия. С ней ситуация наиболее неоднозначная, наиболее сильно отличающаяся для обработки маневр. При Д3-лимфодисекции средняя ободочная артерия обрабатывается прямо у основания, доступ осуществляется медиалатерально. А вот при осуществлении лимфодисекции в объеме Д2 доступ осуществляется с противоположной стороны через малый сальник. В результате сосуд обрабатывается в толще брыжейки на протяжении. И сегмент, который остается внутри пациента, не уходит в препарат, может очень отличаться в зависимости от индивидуальных особенностей больного, его полноты и от особенностей выполненного маневра. В результате интероперационно мы наблюдаем вот такие вот картинки. При Д2-лимфодисекции не очень понятно, даже какой сосуд был обработан. Ну, соответственно, при Д3-лимфодисекции вся диссекция выполнена. Можно ли на основании этого заключить, что пациенты после расширенных правосторонних или левосторонних гимиколоктомей, это именно та группа больных, на которых выбор объема лимфодисекции оказывает наибольшее влияние, ну, не очень понятно. Для этого, опять-таки, нужны отдаленные результаты. Но, вместо ответа на этот вопрос, мы можем посмотреть на типичный препарат, в котором патоморфологи обнаружат метастазы в Д3-коллекторе. У этого препарата есть особенность. Он, ну, в общем-то, вообще ничем не примечательный. Это среднестатистическая опухоль глубиной инвазии Т3 диаметром 4 сантиметра. Ее не видно на фотографии. По КТ не давали метастазы в Д3-коллекторе, не описывали конгломераты лимфатических узлов, этих лимфатических узлов и не видно, и интероперационно они не пальпировались. Это самый-самый обычный препарат после расширенной правосторонней гимиколоктомии. Вот кишка, ну, вот сосудистая анатомия, как мы ее предполагаем. Снизу, вверх, подвздошно-ободочная, правая и среднеободочная артерия. А вот этот препарат с метастазами в Д3-коллекторе в компании таких же, как он, препаратов, в которых обнаружены метастазы в Д3-коллекторе. И вот здесь вот обращает на себя внимание то, что в трех из четырех случаев, это, в общем-то, все случаи, когда были обнаружены метастазы в Д3-коллекторе в нашем центре, метастатический процесс по каким-то причинам решил обойти Д2-коллектор. То есть, это те самые скипт-метастазы, ради которых ряд хирургов, апологетов всем пациентам выполняет Д3-лимфодисекцию. Какому количеству больных не повезло, что в них остались Д3-метастазы, какова их судьба и дает ли удаление этой группы прирост общей выживаемости, мы узнаем только, когда проанализируем отдаленные результаты. И коль скоро, уже, наверное, раз 20 за этот доклад обращалась к тому, что нам необходимо проанализировать отдаленные результаты, наверное, нам имеет смысл вернуться к тому, с чего мы начали. колд-трайл это феномен хирургической науки в России, но это не только красивое название, гениальная идея, образцовый дизайн, публикация в реферируемых журналах, научный гламур. Это еще большое количество людей, которые трудятся в каждом из 12 центров, которые вы видите на карте. Это люди, которые собрали те данные, которые мы можем анализировать и впоследствии представлять. не занимаются достаточно тяжелой работой, монотонной, которой нет ни конца, ни края, но благодаря именно этим людям стало возможно то, что мы проанализировали безопасность, станет возможно то, что мы проанализируем непосредственные результаты и впоследствии отдаленные результаты и дадим ответ на тот самый вопрос, нужно ли выполнять Т3-лимфодисекцию. И коль скоро мы затронули тех людей, на которых все держится. Наверное, нужно сказать, что нельзя забывать о том, что у колл-трайл частности и наверное у всего мира в целом есть шанс на существование и развитие только покуда есть люди, которые готовы жертвовать собственным комфортом, временем, приносить какие-то жертвы ради важных дел, дел, которые нужны. Потому что, как говорил Альберт Ленштейн, к величию есть только один путь, и этот путь проходит через страдания. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...